Стартовый день – так называется мероприятие, которое финансовое учреждение развития «Алтум» проводит во всех регионах страны. Его главная задача – рассказать желающим начать свой бизнес обо всех нюансах и возможностях предпринимательства. Каждый начинающий стоит перед выбором – делать, не делать. И фактически у очень многих, исходя из нашего опыта, просто не хватает какой-то мотивации или ответов на каких-то их интересующие вопросы. Помимо ответов на интересующие вопросы, «Алтум» предоставляет начинающим предпринимателям кредитование в размере до 150 тысяч евро. От частных банков получить такой заем практически невозможно. Чтобы не быть голословными, организаторы приглашают на стартовый день предпринимателей, которые воспользовались финансовой помощью «Алтум». Несколько лет назад Евгений Шершнев открыл в Дагу Пилси пиццерию. На тот момент существовала определенная неудовлетворенность представленным в городе предложением в сфере общепита, объясняет свой выбор в пользу данного вида услуг Евгений. Для нас это была совершенно новая ниша. То есть ни у одного из моих партнеров не было опыта в сфере общепита. И нам приходилось всему учиться, что называется, заново. Мы черпали информацию в интернете, мы консультировались с госинстанциями, с ПВД, приглашали технологов рижских, общались с ними, набирались опыта, знаний и пытались что-то делать. Идея о производстве домашних мясных изделий «Сатус» родилась на кухне. Для Айвиса Рожа это был не первый опыт в бизнесе, но впервые основывался на решении проблемы. Была проблема купить продукт, который мне хотелось, и это был первый случай, когда я начал предпринимательство, чтобы решить какую-то проблему. Для меня это было что-то новое, абсолютно новый подход. С того момента прошло пять лет, и, как видно, этот подход работает. Для Айвиса Рожа предпринимательство – это образ жизни. Помимо экономического фактора, заниматься бизнесом его побуждает интерес к этому виду деятельности. Во время мероприятия не раз прозвучал совет, что не стоит ограничивать свою предпринимательскую деятельность только территории Латвии. Надо думать вне границ. Я хотел бы только одного – чтобы в Латвии было больше жителей, и все остальное само собой произойдет. Пока мы не сможем остановить сокращающуюся численность населения, ни к чему хорошему это не приведет. Это влияет и на спрос, и на рабочую силу. Соответственно, чем меньше людей, тем меньше налогоплательщиков. Страна не развивается настолько быстро, как это могло бы быть. Как отметил Айвис Рожа, он пришел на стартовый день не для того, чтобы вдохновлять. Его задача – поделиться опытом, который, возможно, для кого-то станет подсказкой в познании сложного мира предпринимательства.